На Координационном совете по реформированию уголовно-исполнительной системы были обсуждены проблемы и реформы ГСН. Реформы, которые планируется провести в госслужбе исполнения наказаний, нацелены на налаживание производства в колониях и в исправительных учреждениях на условия содержания заключенных, воспитательной работе и трудоустройству. Реформы планируется реализовать до 2023 года. Тему продолжит Алина Хайдаршина. На Координационном совете по реформированию уголовно-исполнительной системы были обсуждены проблемы и реформы ГСН. На совете присутствовали как сотрудники госслужбы, так и представители правительства и парламента, а также НПО и гражданские активисты. И неудивительно, ведь тема реформ системы исполнения уголовных наказаний актуальна не первый день. Как было отмечено на совете, уже есть результаты по итогам проведенных ранее работ. Мы видим, как председатель службы исполнения наказания, как со своими сотрудниками, со своей командой ведет к новым реформам, к переводу медицинских учреждений, СИЗО из центра города Бишкек. Поэтому мы также поддерживаем. Сейчас рассматриваем возможности по финансированию данного проекта со стороны правительства. Так что работа идет как бы полным ходом. Реформы, которые планируются провести в государственной службе исполнения наказаний, нацелены на налаживание производства в колониях и в исправительных учреждениях, условий содержания заключенных в воспитательной работе и трудоустройству. Реформы планируется реализовать до 2023 года. И все зависит от выделения финансовых средств. По словам председателя ГСИН Милиса Турганбаева, в следующем году в госбюджете будут закладываться финансы на реализацию реформ. Но результаты видны уже сейчас. Так наблюдаются структурные изменения. Наладили производство, например, кирпичные заводы, пекарни, швейные цеха и так далее. Мы создали центр анализа, мониторинга, который сегодня наблюдаем в онлайн режиме, три колонии. Мы хотим сделать весь закрытый учреждение и колонии поселения тоже. Ремонтная работа на сегодняшний день закончена, только мы ждем сейчас технические оснащения. Сейчас ведется тесная работа с иностранными донорами, которые помогают финансово при реализации реформ. АБСЕ оказывает поддержку учебного центра ГСИИН, где ежегодно обучают более 800 сотрудников системы. Также они помогают проводить работы по улучшению условий содержания в тюрьмах и приведению их к международным стандартам. С момента начала реформ в 2008 году наш офис оказывал поддержку Кыргызстану в содействии процессу реформирования. Это была техническая поддержка, помощь экспертов. Также наш офис оказывает поддержку ГСИИН при проведении независимого мониторинга тюремных учреждений, что благотворно влияет на повышение доверия общественности к системе исполнения наказаний. Отметим, что на 2019-2020 годы выделены приоритетные направления реформы и развития, среди которых строительство учебно-тренировочного центра ГСИИН, реконструкция и оснащение единого центра мониторинга и анализа деятельности ведомства, проведение ремонтно-санитарных работ, инфраструктуры, исправительных учреждений и так далее. Алина Хайдаршина, Кинжибек Максатулу, Пирамида.